И всем привет, ребят, с вами Сарбак, и я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать устройство из челленджа, это устройство на фреза с оглушением, которое будет доступно у нас с 41 уровня за... О, какие кристаллы, просто, просто за достижение 41 уровня, это обычная дефолтная цепочка, посмотрим, насколько это вообще устройство интересно, насколько оно актуально и настолько оно жестко, стоит ли вообще набивать такое большое количество звезд ради него, я думаю, что все равно большинство эти звезды бьют даже не за, например, эти устройства, но все равно такой обзор, я думаю, что был бы очень многим интересен, при том, что сегодня только у нас первый день нашего челленджа, на момент выхода этого видоса это уже получается у нас второй день, но все равно, что устройство с магнитной смесью, что с парализующей смесью, это те устройства, которые, ну я считаю, наверное, нужно обязательно рассмотреть, пообозревать, и если я прав, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и напишите в комментариях, что подобного рода обзорчики с устройствами, которые только-только выходят у нас в челленджи, актуальны, по вооружению сегодня мы берем дико фреза, как по мне, это одна из немногих комбин, которая будет работать с подобными устройствами, потому что эти устройства с критическим уроном наносят как раз те самые статус эффекты, а под диктатора критами оглушение будет на постоянной основе работать, поэтому можно будет зацепить неплохо противника и держать его уже под оглушением, ну и полноценно разбирать. По резистам у нас, ну давайте пусть такие и останутся, магнум, скорпион и гром, и пикаем обычный дефолтный быстрый бой, что-то у нас только так моментами игра подлагивает, либо это у меня подлагивает, либо сама игра как-то переходится по вкладкам, очень непонятно. Ну и сейчас запикаемся в бой, будет видно, надеюсь, что никакого сейчас додосинга не происходит, и у нас все четко будет работать, одну матчмейкинговую контентовую каточку, я думаю, что мы вместе с вами точно сыграем. Если она будет быстрая досрочно, то может быть даже и две сыграем, сейчас посмотрим, увидим. Но устройство должно себя неплохо показывать, как минимум, и если сравнивать оглушение и как раз-таки эми, статус эффекты, то от эми сейчас иммунитетов намного-намного больше в матчмейкинге. Вот, например, даже на примере этого боя, от оглушения у нас две иммунки, от эми у нас раз-два-три, да, три у нас здесь, ну и плюс еще пробитие две штуки. Но я думаю, что если на дистанцию брать, то от оглушения будет, ну, наверное, где-то в раза два меньше иммунок у противника появляться. Ну и, конечно, уже можно будет пробовать реализовать подобную комбину. Так, неплохой подложочек у меня произошел. Так, ну, надеюсь, лагать ничего у нас не будет. Посмотрим вообще, насколько часто будут вылетать эти криты, насколько большое количество их вообще есть, и насколько этот фриз будет эффективен. Насчет урона я, честно, не знаю, занерфлен ли он, меньше ли он от стандартного дефолтного урона. О, голд падает. Ну, давайте голдик заберем. Хоть мне он, наверное, особо сильно не нужен, но в рамках видоса пусть будет баблосик сверху. Ну и пробуем, пробуем накидочку контентовую показывать. Ой-ой-ой, вот это как раз-таки оглушение. Пошло, пошло, пошло контентовое оглушение. Пробуем под это оглушение дополнительные еще киллы взять. Ну и самое интересное, это будет как раз-таки под овердрайвом работа. На нее посмотреть будет супер приятно, насколько она будет вообще эффективна, насколько она будет жесткая. Так, овердрайв прожимает наш арес. Неплохой, кстати, овердрайв. Рабочий. Ну, по идее, мы здесь вообще две точки можем спокойно контролировать. То есть у нас получается с этим фризом как минимум два статус эффекта работает. Если еще сверху брать паладина, то можно вообще иметь три статуса эффекта. Если, например, сравнить с подавой этот фриз, я думаю, что где-то в определенных катках он сможет показывать прибыль, сможет показывать результат и будет эффективен. Ну, вопрос, конечно, в том, какой противник будет и с какими иммунками будет противник. Если, например, сравнивать с тем же подавлением. Потому что для меня лично на сегодняшний день из всех статус эффектов, которые есть, мне больше всего нравится вот именно фриз с подавой. Он смотрится прям супер круто. А вот что касаемо всех других устройств, то здесь есть, конечно, определенные вопросики. И этот, например, фриз тоже для меня пока что остается некой загадкой, да, насколько он вообще эффективен. Но сейчас посмотрим, что будет у нас под критами. Под критами, например, на диктаторе играть с подавой нету никакого абсолютно смысла. Потому что дополнительно там с критов ты ничего не получаешь. У тебя как наносились статус эффекты, так и наносится. А вот здесь как раз-таки интересик со статус эффектами может появиться. Поэтому давайте возьмем овердрайв и посмотрим, что у нас будет здесь происходить. Оп! Оп! И все! Посадочка конкретная! Вот это сейчас было жестко. Вот так вот викинг овердрайв прожимает и все, и садится. Но, конечно, мне страйкер тоже немножко присел. Но, блин, насколько это жестко работает. Насколько это эффективно может сработать. Ба, это круто. Это очень круто. Так, точку нам главное здесь не потерять. И еще! Сейчас вот, например, этот хоппер мог остаться без своего овердрайва. Если у меня бы просто в тайминг сработал бы статус эффект. Так, я сейчас думаю, что мне лучше одеть. Потому что я смотрю, что у нас здесь уже у противника есть как минимум 2, может даже 3 рикошета. Возможно, стоит мне как раз-таки взять resist от этой замечательной пушки. Да, 3-ка я думаю, что мы точно возьмем. А что там еще у них из интересного есть? Вижу магнум. Вижу страйкер, вижу фреза, вижу жигу. Вижу скорпион. Так, ну скорпион, значит, мы оставляем по дефу. Скорпион, рик. И третье. Скорпион, рик. И третье, даже я не знаю, что. Что взять? Что взять еще? Третье. Жига, магнум. Давайте от магнума оставим, потому что магнум может в моменте наносить большое количество урона. Поэтому давайте скорпион, магнум и рикошет. Возьмем такие резисты. Противник начинает нас уже подушивать. Подушивать. Так, резы не поменялись. Но мы, я думаю, что здесь особо сильно сдаваться точно не собираемся. Поэтому было бы неплохо вообще на агресичах поиграть. Выдавливать центр и стараться как раз-таки контролировать карту. Потому что пока что у нас с контролем явные проблемы. Противник уже начинает выпушивать зону. Начинает нас прижимать к респу. А к респу прижимает только в том случае, если как раз-таки наша команда не справляется в средней зоне. Поэтому нужно сейчас пробовать переигрывать противника в этой средней зоне. И уже пробовать... Пробовать, конечно же, тянуть эту каточку. Очень неприятный на центре стоит страйкер с оглушением. Который может очень много эпизодов решить в свою пользу. И даже базовая наша точка уходит сейчас под захват противнику. Но это очень плохо. Это, если честно, очень плохо. Так, пытается... Матвей здесь контент удать. Но не получается у него немножко. Ладно, точку заберем. Хорошо. Так. Ну и как же нам отжать этот центр? Вопрос хороший. Как нам пробить этот центр, который противник сейчас контролирует очень плотно? Вверху стоит магнум. Плюс страховочка дополнительная постоянно заезжает. У нас тиммейты как будто не настроены врываться так жёстко. Сосули ещё добавляются. Может быть, сейчас что-нибудь, конечно, ещё поменяется. Но пока... Пока всё выглядит очень тяжело для этой катки. Я вижу только лишь одного молодого человека, который мог бы попробовать показать здесь какой-то контентик. Овердрайв её раздаю чисто, чтобы отжать централочку. И чтобы вот так вот посадить на пятую точку молодых людей. А вот этот молодой, кстати, с иммункой как раз-таки оглушение играет. Ладно, центр отжали. Теперь надо постараться его подконтролить. Если сейчас контролинг центра заработает, то будет неплохо. Но центральная... Нет, не уходит пока что точка. Держим, 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 держим. Нельзя, нельзя отдавать. Так просто нельзя отдавать точку. Надо стараться бороться за неё как раз-таки. Стараться бороться за неё. Хорошо, оглушение срабатывает. Отлично. Сливаем молодого человека. Так, здесь контентовый хорек со скорпионом. Ничего себе. Ну ладно. Вроде как инициатива уже в наших руках. И контроль центра тоже. Значит, есть у нас ещё шансы побороться в этой каточке. Может быть, там кто-то просто выходил. Что-то как-то в этом плане поменялось. Не в нашу пользу. Так, ну и хорёк летит. Хорёк летит. Не хочет сливаться. Как будто на УПшку играет молодой. Сколько у него киллов? 28 на 6. Ну, может быть, да. Может быть, старается на УПшечку сыграть. Но с стратегически важной точки мы его точно выгоняем. И поэтому можно уже пробовать точку контролировать. Что касаемо критических выстрелов. Их количество неплохое. Для такого фреза я, если честно, думал, что их будет меньше. Но получается, что у нас все эти устройства, что на Жигу, что на фреза, со статус эффектами в последнее время подкрутили в плюс. И это очень круто, что их подкрутили в плюс. Здесь, на этой карте, точно все решится в пользу той команды, которая будет контролировать центральную точку. Поэтому на нее как раз-таки мы акцент делать и будем до конца этого боя. Кидать трупы под централочку. Вот, например, сейчас я еще на респе. Да, улетел уже, вернее, на респ. А точка проходная, центральная контролировалась. Это очень круто, когда вы так можете сыграть грамотно корпусом. Но вот криты пока что не вылетают в той тайминг, когда противник прожимает свою оверку. Но это может тоже сработать очень круто в плюс. Когда вы вжимаете свой овер... Вернее, не вы вжимаете, а противник вжимает овердрайв. И попадает как раз-таки под контентик. Под контентик с... Под контентик с оглушением. Так, Матвеич тут что-то контролирует. Но оверку не решился прожимать. Я думал, что он уже прожмет. Быстро очень большое количество урона залетает на нам танчик. У меня, кстати, стоит Эмми. Эмми, мне кажется, что здесь в рамках такого боя вообще неинтересно и неактуально. Не знаю вообще, зачем оно у меня здесь есть. А вот контроль централочки был бы очень в приоритете. Но пока что его, к сожалению, нету. Хантер вжимает оверку. Здесь, по сути, все работает от овердрайва. То есть, когда у тебя есть овер, у тебя есть возможность прожать зону и есть возможность сыграть в плюс. Вот, например, сейчас у меня появляется овер, и под эту оверку в теории мы можем запушить и попытаться отжать центр. Но для начала у нас чуть зону себе расчистить, и тогда уже можно выпушивать. Но, исходя из такого боя, мне кажется, что команда у нас значительно слабее. Да, плюс у нас постоянно кто-то выходит, заходит. Ну и даже если по ГС очки посмотреть, да, у нас как-то ситуация более скудно выглядит в рамках этого боя. Но фриз! Но фриз! Тебя очень неплохо показывают. На мое удивление. На мое удивление он себя очень неплохо показывает. Я, честно говоря, думал, что этот фриз будет себя намного хуже реализовывать. Будет на нем намного-намного тяжелее играть. Но пока что в рамках этого боя он меня радует более чем. Ладно, уже моем овердрайв. Надеюсь, что мы сейчас сыграем под эту тему. Ой-ой-ой-ой. Но оглушение, конечно, да, со страйкером тоже такая противная вещь. Но все равно успел я до него дотянуться. Успел добавку еще сверху выдать. Плюс овердрайв раздачка. То есть я, ну, попытался, по крайней мере. По крайней мере, попытался реализовать свою комбину. Попытался реализовать свое устройство, которое имеет возможность оглушения. Так, здесь надо, конечно же, аптечку прожимать. Блин, не таймингово. Аптеку, к сожалению, прожал. Если бы прожал бы ее таймингово, то я думаю, что было бы больше возможностей на контролинг этого центра. Так, и давайте возьмем все-таки иммуночку на диктатор от пробития. Потому что я еще увидел, что там есть паладин, который вжал оверку. И сейчас у него как раз-таки была бы возможность меня пробить. Но после прожатия аптечки, ой, аптечки, после взятия иммунки на корпус у него уже возможности пробить не будет. Так, ну и есть ли у нас шансы вообще какие-то в этой катке? Остаются ли они? Вот в чем вопрос. Потому что контролинг пока что целиком и полностью за противником. Центр они контролируют и контролируют довольно-таки легко. Скорпион, в свою очередь, уже набил 50 килов сверху. Просто с позиции, да, накидывая урон. И теперь для меня понятно, почему он так сильно переживал, когда я пытался его оттуда выбить. Хорошая, отличная позиция, которая пойдет в мою копилку. Я, честно говоря, на этой карте не знал, что там на Скорпионе можно так жестко наваливать. Там, получается, открывается прострел под нашу базу. И плюс он сверху еще добавляет сводки. То есть это очень эффективная работа. Хантеры тоже у них работают довольно слаженно. Постоянно вжимаются овердрайвы в наш респ. И мне, ну, здесь крайне тяжело продохнуть. Крайне тяжело продохнуть. Крайне тяжело что-то сделать. Чтобы хотя бы попытаться отжать централочку, да. Чтобы отжать централочку. Здесь надо какой-то подвиг совершить. То есть еще дополнительно противник ставит мины. И остается как раз-таки три точки до победы оппонента. У меня 80% овердрайва. И, похоже, еще и оверку сверху я прожать не смогу. Так, откатываемся. Вот вечно он меня и так схавал. Наш тиммейт выходит. И в целом, если сейчас мы посмотрим после боя, какой счет имеют наши тиммейты. Мы увидим интересную статистику. Я думаю, очень интересную статистику. Так, смотрим на стату. 7, 19, 8, 16, 4, 26, 11, 25, 19, 18, 18, 34, 13, 29, 33, 20, 25, 32. В целом, что я могу сказать? В целом, что я могу сказать? Ну, это матчмейкинг, да. И, типа, удивлений здесь не должно быть никаких. Если бы у нас, например, в рамках такого боя, да, получилось бы отжимать центральную точку, то я думаю, что этот диктатор бы сумел бы реализовать куда больше моментов. Но даже исходя из такого боя, я могу сказать, что это устройство имеет вес. И до этого обзора, да, я думал, что от него смысла нету, да, и актуальности его не будет. Но даже с таким минимальным оглушением оппонента, с этим устройством, есть возможность очень грамотной и качественной реализации, как раз-таки с диктатором за счет критических уронов. И вы видели, когда я там вжимал овер, противник прожимает, например, с овердрайв, я просто его стопаю, и он ничего не может сделать. Просто ничего он не может сделать на протяжении 10 секунд, пока у меня работает крит-урон. И именно таким способом такие устройства могут очень эффективно и круто работать. Поэтому, на мой взгляд, это очень хорошее устройство, плюс это фриз. Пробуйте, как только его получите, либо, если оно у вас есть, реализовать его. Я думаю, что лучше всего оно будет работать, если вы играете группой против каких-то команд. Фреза от фреза нету, от оглушения нету. Взять такой фризик, интересно раскатить. Я думаю, что это может эффективно сработать. Пишите, что вы думаете по поводу этого фреза. Пишите, что вы думаете по поводу этой замечательной комбинации. Поддерживайте обязательно данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег-создатель контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег-создатель контента — это тег-тим-п. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И все.